Информационный партнер проекта Нотариальная палата Пермского края Что такое медиация в досудебном процессе? По сути, это переговоры, но при дополнительной помощи нейтральной независимой стороны, так называемого медиатора, назначенного сторонами конфликта совместно. Урегулирование спора посредством медиации считается одним из эффективных методов решения конфликтных ситуаций. На сегодняшний день профессия медиатора существует уже не первый год, и есть определенная наработанная практика, когда они помогают договориться людям. Бывает так, что об одном и том же говорят люди разными словами, и при этом абсолютно не понимают друг друга. Так вот как раз задача медиатора, чтобы люди друг друга услышали и поняли. И мы много обсуждали, в том числе на разных научных площадках, что люди договорились, подписали медиативное соглашение, но дальше что-то пошло не так, и они не могут его исполнить. Таким образом люди все равно идут в суд. Хотя весь смысл медиации в том, чтобы до этого не дошло. Не так давно появилась возможность принудительного исполнения медиативных соглашений. Однако законную силу это соглашение получают только в том случае, если документ удостоверен нотариально. Они могут вместе с медиатором, вместе с этим посредником, который помог им договориться, прийти к нотариусу. Нотариус проверит, что нет порока воли той или другой стороны, что ни медиатор не давил на стороны, ни стороны не давили друг на друга, и действительно их воля была свободно выражена. И они договорились в рамках закона, в рамках гражданских прав и обязанностей. И такое удостоверенное нотариусом медиативное соглашение будет иметь силу исполнительного документа. В таком случае в суд идти не нужно. Если медиативное соглашение нарушено, например, одной стороной не выполнены обязательства, то представитель другой стороны может сразу обращаться к приставам. Поскольку заверенное нотариусом медиативное соглашение для представителей исполнительной власти имеет равную силу с судебным решением. Для других ситуаций у нотариусов тоже есть возможность, когда и без медиатора люди пришли и договорились, на таком соглашении нотариус может учинить исполнительную надпись, которая будет документом, как красный флажок для приставов, что нужно исполнять. Здесь же в рамках процедуры медиации нет необходимости учинять самостоятельную исполнительную надпись. Достаточно само медиативное соглашение принести приставам, то есть сокращается и время исполнения, и в том числе и процессуальные, и материальные сдержки у граждан. Правила вступили в силу 25 октября этого года. Теперь, если граждане хотят договориться, они могут миновать судебную процедуру и при этом получить тот же результат, только с экономией денег и, что самое важное, личного времени. Роман Лабурец, Константин Старков, ВЕТТА-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова